Кролики Порядка 10 декоративных кроликов, с которыми занимаются дети, некоторые сидят на выставке, есть еще запасные варианты для размножения. А что делают дети с ними? Они как-то за ними ухаживают или им просто рассказывают, как они растут, как размножаются? Обязательно ухаживают, сами кормят, чисят клетки, ну и понятно узнают на лекциях о своих питомцах. Мы знаем, что с 1949 существовал кружок кролиководства здесь, и дети сами кормили, все убирали, не слышали об этом? Дело в том, что я сама юнатка бывшая, занималась под руководством Александровой Нины Николаевны, которая проработала здесь достаточно давно. Был кружок кролиководства, я сама занималась с 1981 по 1985 годы здесь. У нас была большая кроликоферма, где-то породы в районе десятка было, различных, самых разных. Ну и понятно, что кроликоферма существовала в советское время как помощь родине, юнатой родине, был такой клич. То есть выращивали там, скажем, чтобы было что кушать? Выращивали, сдавали потом на мясо, на шкурки этих. Так, вы этого не слышали, ребят. Вам повезло, вы просто живете для учебы. И юнаты занимались не только чисткой и уходом за кроликов, но и выращиванием кормов для них. А что вообще кроликам лучше всего давать? Ну, основной корм это зерновые корма из сена и в некоторых случаях еще овощи, в небольших количествах капуста, морковь. А у вас дома есть кролики или были, может быть? Когда-то были. Вообще, вот какие они кролики, когда их держишь дома в качестве домашнего животного? Ну, как и любой животное, требует ухода. Каждый день надо менять клетку. Ну, с другой стороны, эмоций много. От них мягкие, пушистые. Они вот привыкают к хозяину, ну, может быть, ну, не как собаке, но вообще в целом? В целом, да. Но тут еще характер кролика зависит 50 на 50. Поэтому советовала бы брать уже взрослого, возрастного кролика. Ну, как бы уже видно, какой у него характер. Ласковый или, наоборот, бывает, что проявляют агрессию, царапаются, кусаются. Но в качестве домашнего животного для детей можно посоветовать кролика? Можно. Конечно, можно. То есть за ним комфортно вполне ухаживать, да, с ним играться можно? Мы подбирали даже кроликов для детей-инвалидов, которые специально смотрели, чтобы не кусался, не царапался, был лояльный, давал себе погладить. И вот таких вот кроликов пристраивали таким деткам. А как вы думаете, вот то, что у вас столько символов Нового года, как вы думаете, это хорошо, наверное? Ну, не знаю, наверное, хорошо. Что пожелаем жителям республики? Каждая самка обычно строит свое теплое гнездо, в котором тепло, уютно. И пусть так же тепло и уютно будет в каждом доме. Спасибо вам большое. Мы тоже желаем, чтобы у вас как можно было больше таких красивых ушастых. И чтобы дети знакомились с ними и понимали, как важно иметь своего друга пушистого и за ним ухаживать. Спасибо вам большое. Вас тоже с наступающим. И вас тоже с наступающим Новым годом. Субтитры подогнал «Симон»